Заявление в прокуратуру по факту мошенничества – образец. В публикации содержится порядок написания ходатайства в прокуратуру по предмету махинаций. Кроме того, приводятся ситуации, при которых это возможно. Также описывается, как написать заявление в прокуратуру о мошенничестве и его образец. В каких случаях можно подавать в прокуратуру на мошенничество – процессуальной тонкости. Прежде чем направить жалобу в прокуратуру на мошенничество, рекомендуется удостовериться в том, что условия совершения того или иного действия подходят под установленные признаки, поскольку это может привести как минимум к отказу в рассмотрении обращений и как максимум до возбуждения дела о клевете. Все тонкости процесса описаны в Уголовном кодексе с последними изменениями от 29.07.2018 года. Разновидности мошенничества Выделяют следующие виды махинаций В области кредитования При получении финансовых выплат С использованием Электронных средств платежа В области страхования С использованием компьютерной информации Ответственность за махинации регламентируется Уголовным кодексом В последнее время в связи с информационным прогрессом учащаются виды преступления, связанные с электронными деньгами, онлайн-приложениями и переводами Мошенники обманным способом узнают информацию о тех или иных данных пострадавшего и оставляют его ни с чем Первые два вида преступления в основном связаны с предоставлением неверных, подложных сведений для получения денежных средств Это может быть поддельная справка о доходах или иной документ, являющийся основанием для получения тех или иных выплат или кредита Мошенничество в области страхования представляет собой намеренное создание специальных условий для наступления страхового случая и получения выплат Признаки мошенничества К ним можно отнести Материальный ущерб потерпевшего Злоупотребление доверием со стороны мошенника Умышленность Дееспособность Обман Иное искажение сведений Данный перечень является открытым и с усовершенствованием видов и средств хищения, он расширяется Куда писать заявление о мошенничестве в полицию или прокуратуру? Куда писать заявление о мошенничестве в полицию или прокуратуру? Обращение можно представить в прокуратуру, не ходя в полицию Но она исследует только особые заявки И если жалобы не подходят под эти критерии, то ее направляют в полицию И последние могут возбудить дело Но и тогда исход вопроса заявителя будет под ее контролем Прокуратура сама решает ситуации, связанные с Бездействием полиции Непринятием заявления Таким образом, направлять заявление вправе напрямую в данное ведомство Понятие прокуратуры Алгоритм действий при подаче заявления по факту мошенничества При наличии признаков махинации рекомендуется составить жалобу, приложить к ней подтверждающие документы и предоставить в ведомство Составление документа является важным этапом, поскольку возбуждать дело прокурор может только при наличии обоснованных подтверждений Правильная юридическая жалоба является основой всего процесса Как написать заявление в прокуратуру о мошенничестве? Образец Строго определенной формы нет Но надо учитывать основные правила официального документа оборота В письме необходимо указать Наименование органа, адресата Адрес его местонахождения Фамилия, имя, отчество заявителя Адрес регистрации Контактный номер для связи Информация об ознакомлении с ответственностью за ложный донос Обстоятельства преступления Время и Дату события Ссылки на нормативно-правовые акты, статьи Уголовного кодекса Прошение Список приложений Дата и подпись В тексте указываются и другие сведения, имеющие отношение к решению вопроса Как написать заявление в прокуратуру о мошенничестве Образец Заявление в прокуратуру по факту мошенничества Образец можно посмотреть в самом отделении Либо найти с помощью поисковых систем в интернете Что содержит заявление, как правильно оформить Текст может быть написан от руки Либо напечатан с помощью цифрового носителя Ходатайство должно писаться черными или темно-синими чернилами Оно содержит как информацию об адресате, отделении прокуратуры или полиции, так и о заявителе Кроме того, в тексте письма описываются все факты, имеющие место быть Важно! Ссылки на законодательную базу обязательны В заявлении не должно быть ошибок, помарок, исправлений При их наличии рекомендуется составить новое заявление Кроме того, если оно пишется от руки, то почерк должен быть понятным Чего писать не следует При составлении ходатайства нужно быть предельно конкретным и корректным Поскольку некоторый материал, содержащийся в нем, может быть использован против того, кто ее подает Не нужно писать Непроверенных сведений Неточной информации Личные домыслы Свое мнение Оскорбление Нецензурная брань Кроме того, в обращении обязательно должны быть указаны данные заявителя Анонимные жалобы не расследуются Как подать заявление, способы Заявление должно подаваться следующими способами Лично Через представителя С помощью почтовых сервисов Онлайн на официальном сайте При личном обращении следует выбирать отделение по месту жительства потенциального мошенника, если оно известно Отличаются ли чем-то заявления по поводу мошенничества физического и юридического лиц К мошенническим действиям со стороны организации можно отнести Подложное трудоустройство, удаленное сотрудничество, мошенничество При оказании риэлторских услуг На заметку Во всех этих случаях жалобы составляются в свободной форме и отличаются от общепринятого образца Что делать, если в приеме заявления отказали, возможные причины В заявлении о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества выносится отказ в силу некоторых причин Заявление не подписано Составлено неразборчивым подчерком Отсутствует состав преступления и т.д. Некоторые из этих причин могут решиться на месте Однако, если отказ был необоснованным, то в таком случае следует обращаться в вышестоящий орган Если это не дало результатов, то заявитель вправе обратиться в суд Для этого потребуется написание иска Шаблон можно взять в самом судебном органе либо скачать в интернете Образец иска Что грозит за ложное обвинение в мошенничестве За подачу клевещущих сведений предусмотрена ответственность, установленная статьей 129 УК РФ Это может быть либо штраф в определенном размере, либо обязательные работы К примеру, предельный размер штрафа составляет 5 миллионов рублей звездочка или 480 часов обязательных работ Таким образом, заявление о мошеннических действиях оформляется в соответствии со всеми канонами официального документа оборота Поскольку отступление может привести к неприятной ситуации не в пользу заявителя Звездочка цены актуальна на сентябрь 2018 года